Привет, ребята! Я рада вас приветствовать. Я хочу еще раз озвучить тему нашего сегодняшнего доклада. Это сегментация «Единое окно для знания пользователей». И наши замечательные спикеры Ольга Макарова и Мария Носарева расскажут нам о том, как они от небольшого прототипа по сбору поведенческих данных перешли к целой системе, позволяющей быстро запускать сложные по логике гипотезы. Это будет очень интересно, это будет очень увлекательно. Ольга Макарова является продуктовым аналитиком в Иви в Яндексе, а Мария Носарева – это разработчик команды больших данных в Иви. Также к нам присоединился наш эксперт Станислав Лысиков. Стас, привет! Я хотела тебя попросить, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься ты? Я занимаюсь всем подряд. Главное, чтобы была большая лопата, чтобы куда-то эти данные складывать. Круто, здорово! Всем подряд рядом с данными. А что ты ожидаешь от доклада Маши и Оли? Ох, я ожидаю очень интересную историю, потому что доклад, правда, очень актуальный. Прямо рынок просто хочет такие решения. Интересно, как все их решают. Согласна, я слышала, ты уже заготовил целый список вопросов. Да, да. Да, поэтому я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть телеграм-чат, в котором они могут задавать свои вопросы. Также есть кнопочка для того, чтобы потом после доклада перейти в Zoom. Это наша дискуссионная комната, в которой вы также можете озвучить свои вопросы, пообщаться и со спикерами, и со Стасом. Оля, Маша, я желаю вам удачи и передаю вам слово. Спасибо, Надя. Меня зовут Оля. Как мне представили, я немножко поправлюсь. Я не продуктовый аналитик, я имею опыт в продуктовой аналитике. И сейчас я руковожу делом больших данных в ИВИ. И сегодня мы с Машей будем рассказывать доклад с двух позиций. Я со стороны общения с бизнесом и общения с аналитиками, и, собственно, работы аналитиков, потому что моя задача их погрузить в новые системы, которые мы для них создаем. А Маша со стороны технической реализации. Ну, начнем. Да, сегодня мы хотели бы рассказать вам о том, как мы строили систему сегментации данных. Делали мы это с помощью JavaStack. Как наступали на грабли кликхауса, но в итоге сделали так, как нам нужно. И как проверяли с помощью всего построенного сложной гипотезы для целей бизнеса. Большие проблемы с переключением слайдов, но мы уже разобрались. Перед тем, как рассказывать, как мы делаем большие данные, как мы сегментируем пользователей, немножко расскажу просто про наш бизнес. ИВИ — это крупнейший онлайн-кинотеатр в русскоязычном интернете. Сейчас у нас порядка 50 миллионов активных пользователей каждый месяц. Около 3 миллионов из них готовы платить деньги за опыт, который они получают на нашем сервисе. Но у нас несколько моделей монетизации. Можно смотреть с рекламой, можно смотреть с подпиской, можно покупать фильмы. У нас очень много партнерств внутри всяких подписок, телекомов или еще кого-то. У нас очень много устройств поддерживаемых, всякие неожиданные типа Xbox, PlayStation и BluT-Cubic. И все это приводит к тому, что со всех этих 50 миллионов данных мы постоянно собираем, с 50 миллионов пользователей, мы постоянно собираем данные о том, как они себя ведут, что они предпочитают, как они реагируют на изменения. Все это надо хранить. Этим занимается наша команда больших данных. Мы используем связку технологий Spring, Kafka, Flink и Clickhouse для, соответственно, приема, хранения необработанных событий, стриминговой обработки и хранения чистых, обогащенных и причесанных данных. У нас есть данные, которые датируются аж 11-м годом и достаточное количество Legacy-хранилищ, от которых довольно сложно отказаться и которые также нужно учитывать и иметь в виду. Коротко о том, как у нас устроен основной пейплайн-обработки данных. Все это будет чуть позднее важно для понимания, почему в некоторых местах мы принимали те или иные решения. У нас есть веб-сервер, который принимает события от клиентов и бэкэндов, кладет эти события в Kafka. Из Kafka мы все вычитываем флинком, обрабатываем, обогащаем и складываем в наше основное хранилище, это Clickhouse. И в 2018 году мы еще написали обо всем этом статью на Хаббер. И если будут интересны какие-то подробности реализации этой системы, то можно там их узнать. Ну, здорово. У нас есть Clickhouse, в котором со всех сторон сложена куча данных. От платежных систем, от того, как мы смотрели, от наших партнеров, от того, как пользователи ходили по сайту или приложению. И у нас есть такой дружище-аналитик, который почти всемогущ. Он постфакту может вообще построить кучу логики, найти какие-то супертонкие моменты, все это собрать вместе, сделать какие-то супервитрины и отчеты. И вот этот дружище-аналитик как-то нашему менеджеру говорит, у нас был тест, не очень успешный. Мы хотели тем, кто смотрит рекламу с отблоком, ну, то есть пытается зарезать всю нашу рекламу, после какого-то момента запрещать ему включать отблок, говорит, так, ты либо выключаешь отблок и смотришь фильмы, либо покупаешь подписку и смотришь фильмы. По-другому никак. Ну, он был довольно провален, потому что все такие, ну, окей, я к пиратам уйду, все, он с вами смучится, и смотреть у вас рекламу и что-то платит. Но дружище-аналитик посмотрел-посмотрел, он нашел, что есть в том, что либо выключает блок, либо подключай подписку, очень точечно, очень конкретным пользователям, и тогда это будет довольно прибыльно. Всем остальным уже, ну, как жили, так и живут. Все бы ничего, но этот сегмент мы можем выделить только на аналитических данных, потому что для того, чтобы его выделить, нам нужны потоки из очень разных мест. Конкретно в этом случае у нас было, что это пользователи, которые хотя бы три дня подряд, не подряд, в принципе, у них было три захода с осмотрением, три дня осмотрения, хотя бы 120 минут, ну, грубо говоря, они посмотрели целиком один фильм, у них нет активного ранения триала там и еще что-то, и нет просмотра определенных страниц. Если мы это все соберем, скажем, это пользователь таков и покажем ему вот это предложение, то это будет очень выгодно. Но собрать это онлайн где-то в вебе в прямом эфире, скажем так, невозможно. И к нам приходит менеджер в вебе и такой, ребят, ну у вас это все есть, а вы можете как-нибудь это мне так быстренько дать? Ну, может быть, не суперактуально, там, ладно, за вчерашний день такое состояние пользователя, но чтобы вот у меня страница загрузилась, и я знала, что он таков. Да, и для этой, для реализации этой идеи и запроса мы для начала реализовали такой MVP на коленке, но для начала, пока мы не начали собирать на коленке из того, что было прототип довольно крутого многофункционального сервиса, обсудим, а с чем мы, собственно, имеем дело. То есть, какими сущностями мы оперируем и какими в последующем будет оперировать сервис, для начала у нас есть признак. Это, скажем, основное понятие. Это некоторые свойства пользователя, которые мы и будем рассчитывать. Например, может быть признак страна, в которой живет пользователь, а значение в таком случае может быть Россия. Или, например, может быть признак фильм, который и последний посмотрел пользователь, и в таком случае значение может быть, например, начало. Следующее понятие здесь — это условие. Условие — это то правило, по которому мы выделяем какой-то конкретный признак. В первой версии в MVP это только SQL-запрос к некоторому источнику, к какой-то базе данных. В следующей версии это будет также файл, и в небольшой доработке второй версии также появятся еще логические выражения. Следующее понятие — это джоба. Это, как мы называем, внутри применитель условий. То есть это то, что запускает расчет некоторых признаков пользователей. И далее еще два понятия — это фильтр и сегмент. Вот у нас есть некоторое множество признаков, и мы хотим построить над ним какой-то фильтр, то есть построить логическое выражение на значениях этих признаков. Например, у нас были признаки, последний просмотренный фильм и страна. И мы хотим узнать всех пользователей, у которых значение признака страна — это Россия, и последний просмотренный фильм — это начало. И уже по этому фильтру мы получаем некоторый набор пользователей, которые этому выражению соответствуют. И как раз этот набор пользователей и будет являться сегментом. То есть рассчитываем мы изначально признаки, и хранятся у нас тоже значения признаков, а уже на их основе мы можем собирать разные сложные сегменты. В первой версии все выглядело вот так. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление. Большинство сервисов Иви называются именами киногероев, и в данном случае собралась часть команды Стражей Галактики, и основной сервис мы назвали Гаморой. Далее я тоже буду использовать это имя, и иногда напоминать, что под ним скрывается. Давайте по порядку разберем, из чего состояла первая версия. Сначала это было очень простое обычное Java-приложение. Оно получает в себя в качестве параметров дату, за которую нужно рассчитать признак, и запрос для расчета. И после обращения к источнику в нужном формате она записывает значения в ClickHouse и в Redis. Здесь мы как раз передаем в Jenkins условия для создания джоба, то есть U-Skill-запрос, и при выполнении из этого условия мы получаем как раз значение признаков. В каждом запросе может происходить расчет сразу нескольких признаков, но важно, что из одного источника. Для каждого запроса в Jenkins создается джоба, в который указывается источник, в который мы будем ходить за данными, запрос для этого источника, расписание для запуска расчета, и команда, с помощью которой все это будет запускаться. При запуске также можно выбрать дату, за которую производить расчет, если для этих признаков такая опция есть, она актуальна. К Gamore также прилагается API, которое в первой версии было несложным веб-сервером на джете. По итогу в распоряжении у нас было всего две команды, это получить значение признаков для какого-то определенного пользователя и получить метаданные существующих признаков, которые мы храним в Postgres. Основным хранилищем для значений признаков был и остается Redis. Он используется как источник данных для API и хранит данные в пайтовом формате для оптимального использования места строками. Запрос к API происходит примерно следующим образом. В Redis мы храним два типа записей. Первый тип — это значение признака по паре UserID плюс ID признака. И также второй тип записи — это массив всех признаков, которыми обладает этот пользователь. И когда на API приходит запрос с указанием ID юзера, мы сначала получаем из Redis все признаки для него, а потом для каждого признака уже узнаем значение. И если, например, запрашивается сразу, указывается при запросе ID юзера и ID признака, то мы просто сразу получаем по этим параметрам значение. Также результат запуска каждой джопы сохраняется в ClickHouse. В MVP это предусматривалось просто для цели отладки, посмотреть, может быть, что-то пошло не так или не досчиталось. И для каждого признака в схеме ClickHouse есть своя колонка, и каждая запись представляет собой ID пользователя, дату и время расчета, и значение признаков только в тех колонках, для которых мы, собственно, расчет производили. Добавление же новых колонок в табличку происходит автоматически, когда мы создаем новый признак и запускаем его расчет. И таким образом мы собрали довольно простыми способами из того, что было, некоторый MVP, который позволял уже делать задачи, которые просил бизнес. Что у нас получилось? Нам важно было поддерживать набор баз-источников, потому что здорово у нас есть вообще аналитическое хранилище в ClickHouse, но на самом деле данные могут лежать в многих местах. Мы поддерживали разные типы данных, это был такой запас на будущее, развитие, может быть, более сложной логики. Обычно, когда мы говорим про сегментацию, думается про былых значений. Это пользователь, который либо смотрит фильмы, либо не смотрит фильмы. Это пользователь, который любит спорт, не любит спорт. А у нас это было там, какой пользователь, этот пользователь любит какой жанр больше всего, например, так. Мы сохраняли историю для отладки, и это оказалось влажным в будущем. И мы умели отвечать довольно быстро. Также из бизнес-процессов у нас было два довольно важных, две довольно важные вещи. Нам важно было свободно расширять набор признаков. Не то, что мы заранее заопределили там набор признаков, только с ним и живем. Все время, каждую неделю приходил бизнес, говорил, нам бы вот такое бы еще добавить. И мы закладывались на то, что в течение нескольких лет это может быть несколько тысяч признаков. И нам важно было, чтобы этот процесс не включал команду больших данных, чтобы аналитики продукта, которые в основном работали в своей системе, были абсолютно автономны. Они в админке там что-то заводили сами, все это автоматически добавлялось, никого не привлекали. Они оказывались совершенно независимы от технического отдела. А все мы это научились. Но кто в итоге подсяк? Мы это делали для того, чтобы, например, в плеере какие-то заглушки ставить очень специфичные. Мы рассчитывали, что акции будут на это дело завязываться. Может быть, мы будем продавать таргетированную видеорекламу. Но к нашему большому удивлению всей этой системой, особенно во время MVP, в первую очередь пользовалась аналитика, причем использовалась она как универсальным агрегатом. У нас теперь есть место в кликаусе, где уже подсчитан весь статус горячего тока. И давайте во все отчеты этот горячий отток возьмем оттуда. Зачем несколько раз считать? Окей. Дальше приходит машинное обучение, говорит, класс, у вас там 300 фич всяких интерпретируемых. Вы хорошо знаете, что это значит. Их там хорошо руками корректировали, отчистили. И история хранится за полгода. Берем. Будем на этом машинке учить. А еще отдел коммуникации. Отдел коммуникации занимается тем, что рассылает вам e-mail, пуши, всякие какие-то внутрипродуктовые коммуникации. Недавно вышел фильм, который вы хотели посмотреть. Это все про них. И отдел коммуникации просто посадил аналитика, который над всеми этими отладочными историческими данными которые мы не думали, что кому-то понадобится, кроме нас, писал кучу запросов, чтобы выделить аудитории очень специфичные, с кучей фич, для того, чтобы им отправлять очень таргетированный e-mail. А при этом API нашим особо никто не пользовался, хотя, собственно, изначально система разрабатывалась для того, чтобы это было быстрой API. Почему же так произошло? Ну, произошло, потому что собирали довольно быстро и довольно за короткий срок из того, что было, как уже говорили, и не обошлось в этом решении без каких-то сложностей и недоработок. Во-первых, возникали сильные сомнения, а выдержит ли существующая API ту нагрузку, которая на него может свалиться в будущем с ростом подключений, с учетом того, что в первой реализации оно держало всего тысячу запросов в секунду. Во-вторых, с ростом признаков расширялась также таблица в ClickHouse и оказалось, что то бесконечное и свободное добавление признаков, которое мы хотели, с такой схемой не может быть таким бесконечным и свободным. Считается, что нормальное количество колонок для таблицы в ClickHouse это несколько сотен. И здесь две проблемы. Во-первых, с ростом количества колонок эмпирически становилось сложнее добавлять новые колонки. Запросы либо не выполнялись на некоторых машинах, либо уходили в бэкграунд. И здесь часто требовалась помощь разработчика, то есть в этот автономный процесс приходилось скрывать. Также на каждую колонку ClickHouse расходуют хоть и маленькие, но ресурсы памяти и CPU при вставках, а значит, чем больше колонок, тем больше нагрузка на кластер при расчете признаков. Третья проблема это то, что админкой для управления признаками по сути выступал Jenkins, и для наших целей это был сильно упрощенный интерфейс, он не позволял настраивать какие-то более сложные ограничения на создание признаков и проверять разные условия из разряда, не был ли уже создан этот признак в какой-то другой джобе. И последним пунктом стоит отметить, что запись ClickHouse первой версии была реализована однопоточно, и это сильно увеличивало время расчета джоба. Часто основную часть времени занимала именно запись ClickHouse, а не расчет. И если мы хотим сделать из этого более серьезный продукт, который будут использовать для большого количества вещей, то нам нужно переработать все озвученные недостатки. Ну, и кроме того, когда у бизнеса появляются новые возможности, у него появляются новые хотелки. Стало понятно, что на самом деле этот инструмент очень был бы полезен команде коммуникаций, но здорово было бы из этого процесса выключить аналитика. И был запрос на API ClickHouse, чтобы можно было что-то туда послать, получить ответ, собственно, без рук аналитика. Понятно, что надо держать сильно больше нагрузки. Как только мы начинаем говорить про коммуникацию, оказывается, что признаков должно быть сильно больше. Там разнообразность цепочек вовлечения в разные активности внутри сайта или внутри приложения, они просто неограничены, и хотелось бы уже выходить где-то на 10 тысяч, а не на пару тысяч. И очень важно в этом случае, когда в этот процесс, бизнес-процесс с этим инструментом включается все больше и больше людей, чтобы было намного более прозрачное управление признаками, были процессы ревью, было легко найти, кто зачем использует этот признак, кто его завел и по какой задаче. Ну, значит, нужна нормальная админка. И таким образом мы подошли к тому, что стали делать вторую версию. Да, из всего этого, из запросов бизнеса и сложностей, которые мы выявили в MVP, родилась вторая версия системы сегментации. От первой версии проекта ко второй мы переходили достаточно постепенно, и она уже получилась сложнее. Помимо всех составляющих, которые у нас были до, и которые мы тоже любезно все переписали, появилась также админка, мы избавились от Jenkins и заменили все управление на нее, а также усложнили взаимодействие между самими компонентами. Но давайте обо всем по порядку. Перевод мы решили начать с API как самого безболезненного и быстрого реализации узла. на данном этапе вдобавок имеющейся в MVP функциональности мы научили API также делать запросы в ClickHouse и также записывать данные в Redis, что пригодится нам в переписывании основной части сервиса. Как я уже говорила ранее, у нас в основном в Пайплайне есть веб-сервис, который принимает события от других микросервисов и складывает их в Кавку. И пару лет назад наша команда переписала его с Jetty на Spring Webflux, тем самым сильно сократив утилизацию ресурсов, а вместе с этим выросла пропускная способность сервиса и сильно упал latency. И так как GP и нагруженный сервис уже сейчас и планируется еще больше нагрузки, то мы решили сразу же использовать эту технологию, так как она у нас уже есть. И вдогонку к переходу на Webflux мы также перевели общение с Redis на Letys и приложение стало почти реактивным. Почему почти? Мы ввели доп.фичу. Данные, которые располагались на ClickHouse и предполагались только для цели отладки, оказались очень ценными и теперь к ним можно обратиться и через API. И для взаимодействия с ClickHouse мы стали использовать ClickHouse JDBC. Тут есть небольшая проблема, что ClickHouse JDBC немножко синхронный и то, что мы все еще ходим в Postgres с метаданами признаков, это тоже блокирующие вызовы. Но теперь мы используем Spring Webflux и благодаря тому, что реактор в нем позволяет блокирующие вызовы превращать в неблокирующие, мы обернули все обращения к ClickHouse и Postgres либо в Mono from Callable в случае, если у нас в потоке одна сущность. и в Flux Defer, если предполагается несколько. И внутри этих методов мы просто передаем лямбду, внутри которой и совершается сам блокирующий вызов, и эта лямбда уже исполняется тогда, когда ей необходимо. И на этом блокирующих вызовов у нас в системе не осталось. В итоге, помимо тех пары функций, которые умела предыдущая API, мы получили еще набор. во-первых, как приготовление к следующему этапу переписывания основного сервиса, мы научили API записывать данные в Redis с помощью постзапроса, и также теперь можно узнать, какие значения определенного признака чаще всего появляются, и какие юзеры подходят под некоторый заданный фильтр. Что такое фильтр? Для описания фильтров, фильтр, по сути, это некоторый JSON, который приходит в теле запроса на API, и для описания фильтров мы сделали транслятор из JSON-формата в секцию VR для ClickHouse. Для этого мы использовали библиотеку Antler для Java. Что мы сделали? Мы описали грамматику предполагаемого языка фильтров, с помощью Antler сгенерировали парсеры строк, и использовали эти парсеры для конвертации тела запроса в запрос к ClickHouse. Такие JSON-условия, которые приходят на вход, имеют в основе различные базовые выражения, комбинируя которые, можно создать довольно сложные условия и отультровать по нему всех пользователей. Здесь есть простые и составные условия. Из простых выделяются равно-неравно, входит или не входит в некоторый массив значений, является значение на лом или нет, и чуть более сложный, про который я чуть позже расскажу, это сравнение дат. И также есть составные условия, с помощью них можно комбинировать более простые, с помощью операторов не и операторов и и или. Давайте на примере рассмотрим какой-нибудь фильтр, например, фильтр, в который мы специально включили даты, чтобы чуть подробнее пояснить, как это условие формируется и как оно устроено. Пусть у нас есть, пусть мы хотим достать такую аудиторию пользователей, которые последний раз что-то делали на сервисе из России и которые пришли на сервис больше, чем 6 месяцев назад. Тут у нас получается два признака, допустим, что у них ID 1 и 2 соответственно, и что мы имеем в этом случае. В таком случае у нас всего два простых условия, и мы соединяем их в составное условие с помощью оператора E. Для первого признака мы прописываем, что значение территории должно быть равно Россия, а для второго мы указываем условие в следующем формате. Допустим, что у нас есть точка отсчета на сегодня, на сейчас, и дальше мы задаем, куда мы смотрим, в прошлое или в будущее. И также у нас есть точка, относительно которой мы в будущем или в прошлом соответственно, что-то считаем, и задаем назад или вперед от этой точки нужно посмотреть. Например, мы хотим посмотреть тех, кто пришел на сервис больше, чем шесть месяцев назад. Соответственно, мы смотрим в прошлое, и здесь у нас используется тип ago, а не ahead, и шесть месяцев назад, ну, шесть месяцев это как точка отсчета в прошлом, и смотрим соответственно раньше или равно. Если бы мы хотели посмотреть тех пользователей, которые пришли не позже, чем шесть месяцев назад, то есть от шесть месяцев назад до текущего момента, то мы бы использовали вместо раньше, наоборот, later or equal тип. Глядя на вот это условие, можно задаться вопросом, а это все вручную набирается? Вы уже сдурели? Нет, не вручную. Основным пользователем фильтрации, как ранее говорилось, является своя CRM, которую вы написали сами, и примерно так это выглядит. Можно просто накликать нужные условия и связать их некоторыми операторами, и уже это преобразуется в тот самый вид JSON-а, и придет к нам телезапросы. но для того, чтобы фильтрация хорошо работала, API не тупила, и заодно порешать некоторые старые вопросы, нужно что-то сделать с крикхаусом. Нет. Говорю. Добрый. Видимо, у Воли какие-то технические проблемы начались, и мы ее не слышим. Мария? Да, Стас, может быть, ты задашь какой-нибудь вопрос, который у тебя созрел к Маше, потому что Машу мы слышим. Маша... Маша, ты можешь рассказать, как ты вообще пришла к тому, чтобы заниматься большими данными? Маша мне сейчас тоже не слышим. Похоже, Мария, мы тоже не слышим. К сожалению. Стас, ну расскажи тогда. Так, все слышно? Слышно, Маша, да. Да, могу рассказать, все довольно прозаично. Меня просто в университете, я училась в МТИ, и сейчас заканчиваю. У меня было несколько курсов по больших данных, по распределенным вычислениям, и как-то мне это все очень зашло и понравилось. Ой, расскажи, пожалуйста. Ой, извини, что перебила. А курсы ты проходила, ты сама их искала как-то, или от университета что-то было? Да, это были курсы в университете, прям, ну вот, просто пары, на которые нужно было ходить и делать задания, и там все довольно было очень круто организовано, и классные темы, довольно актуальные, и мне все зашло и понравилось, я просто пошла туда, что понравилось в университете. Здорово. Тебе нравится, чем ты сейчас занимаешься, да? Да, мне нравится. Скажи, а вот люди делятся сейчас на тех, кто очень по-разному относится к сбору знаний о пользователях. Кто-то считает, что да, за этим прогресс, а кто-то считает, что нет, это очень такая деликатная личная вещь, и не хотят, чтобы какие-то данные вообще у них собирали, отстаивают в судах свои права. Ты к какой категории относишься людей? Наверное, к первой, да? Ну, я скорее, да, ну, мое мнение такое, что если вы не хотите, чтобы вас собирали какие-то данные, то не заходите в интернет. Ну, то есть, это так работает. Все-таки за этим будущее. Ну, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Да, ну, а вот смотри, какая была твоя точка зрения, допустим, когда у тебя бы стоял выбор использовать какие-то данные, которые точно усилят, допустим, ущемление чьих-то прав, но цели исследования от этого будут зависеть. Ты что, какой выбор сделаешь, использовать эти данные или нет? Наверное, нет, но должны быть какие-то пределы. Все-таки нельзя делать настолько свободно, кажется. У меня есть надежда, что вы, мы не ущемляем права собирая данные о пользователях. Да. Отлично, Оля к нам вернулась. Я очень рада. Давайте вернемся к докладу. Спасибо, что подхватили во время технических проблем. Сейчас мы все находимся на слайде, где написано ClickHouse проблемы, и я начну с него. Так, и, собственно, если мы вспомним, что было до начала технических неполадок, у нас есть новые API, которые ходят в ClickHouse. ClickHouse вообще не очень-то быстрая база, она не совсем рассчитана правильно, то, что туда будет ходить API с какими-то случайными довольно запросами. И это привело к тому, что нам надо внимательно посмотреть на ClickHouse и настроить его по более поумному, чем это было до. И у нас есть еще предыдущие проблемы, потому что альтеры блокируются, значит, нам надо как-то менять схему добавления новых признаков, и нам бы надо подумать что-нибудь про запись, потому что, чем шире таблица, тем импорт в нее так себе происходит, особенно, если она сильно разрежена, а такие у нас и есть. И что мы подумали? Сначала мы будем разбираться со схемой о том, как нам сделать, чтобы, когда мы добавляем признаки, у нас не было никаких блокирующих альтеров. Первое, что можно придумать. Ну, давайте оставим схему, как было, чтобы всем было удобно пользоваться, как было. То есть у нас есть колонка-признак, у нее есть какой-то тип, и там хранится значение. И просто, чтобы альтеры постоянно не делать, всех типов значений добавим запасных колонок по 100 штук. Не очень хорошее решение по двум причинам. Во-первых, у нас будет суперширокая таблица, все еще вставлять неудобно. Во-вторых, мы попробовали разобраться, что где лежит, вообще нереально. Аналитики бедные просто вскроются. Да не только аналитики. Если машина еще более-менее сможет преобразовать, так парам один, это значит, что это последняя страна входа, а все остальные не смогут. Дальше, что придумали умные люди по поводу такого хранения данных, когда у вас есть какая-то сущность, у которой очень много разных признаков, которые могут ее описывать. Есть такой подход, который называется entity-attributed-value-модель, и по сути это такая очень узенькая, в идеальном случае это вообще три колонки, и очень длинная таблица. И в нашем случае это была бы одна строка, один признак. И тогда бы это выглядело примерно так. У нас есть пользователь, какая-то дата записи, признак, который мы записываем, и его значение. Все здорово. Ну, для удобства использования, чтобы это было все-таки в колонках, тип его значения и колонка с соответствующим типом. Неплохо. Вообще не будет альтеров. Вообще можем сколько угодно расширять признаки, но есть другая проблема. У нас очень длинная таблица. Если мы вспомним, у нас есть как бы джобы, которые применяют эти признаки. И для удобства, для сокращения ресурсов, которые нужны для расчета, мы делали так, что внутри одной задачи, которая как бы выгребает данные, что-то там насчитывает по пользователю, как правило, целая пачка признаков. Причем там может быть большая пачка. Если мы там описываем жизнь пользователя, например, в подписке, там много чего может происходить. Там может составляться сразу 30 признаков. И то есть раньше у нас это была одна записи, теперь это будет 30 записей. Не очень удобно, не очень сильно выиграем по части вставки в таблицу, а еще с этим очень сложно работать, когда нам надо это отфильтровать. То есть нам надо по каждому признаку найти какие-то максы, как-то это все вместе соединить, и это начинает сильно дольше работать на вычетку, когда нам надо достать каких-то пользователей, которые удовлетворяют некоторым условиям. Мы подумали-подумали и нашли некоторое промежуточное решение. Это такой немного более компактный ИАВ для нашей задачи, когда у нас одна строка это один результат отработки джабы. То есть группа признаков примерно одной и той же, которая собирается из одних и тех же данных, она лежит в одной строке. Но как нам с этим разобраться? В плейхаусе есть прекрасная, очень хорошо развитая работа с связанными массивами. Это по сути такие вложенные таблички. У них сквозные индексы и дальше с этим довольно просто работать. Покажу маленький пример, как это выглядит. Здесь у нас есть пользователь, у которого какая-то задача отчитала два признака. Последний рейтинг, который он поставил и последний контент, который он посмотрел. Соответственно, у нас есть массив с именами. По массиву с именами, по названию признака мы можем узнать индекс, в котором лежит значение. По индексу мы можем узнать тип и дальше расходить в колонку с типом и по этому индексу и типу взять реальные значения. С этим довольно просто работать и машинке и человеку. Немножко надо разобраться, но в целом прочитать можно. Здорово. Мы попробовали погоняли погоняли все... Ладно, я попробую говорить громче, чтобы мне было слышно, как мне ломали стену. Попробовали погонять всякие запросы по части того, чтобы это достаточно быстро работало. Все хорошо, работает примерно так же быстро, как прошлая схема, но аналитикам придется немного поболеть. Почему? Запись стала не такая компактная и надо помнить про некоторые технические вещи, когда мы запрашиваем в таблицу. И тут пример с левой части это секция where, когда человек хотел бы достать, например, всех пользователей, которые заходили из России. Видишь, одну строчку, все прекрасно. А справа это то же самое, но в новой схеме секция where. Сразу видно, что символов сильно больше, но в принципе там ничего страшного. Мы сначала просто фильтруем строки, чтобы найти именно те строки, где лежит такое значение, в принципе, есть, а дальше на всякий случай дедаплицируем через ArtMach и находим индекс, находим тип и берем уже значение и сравниваем его с Rhe. Ну, поначалу, когда аналитику говоришь, так, все, теперь твоя новая реальность выглядит как справа, он такой, боже мой, что делать, но на самом деле все не так плохо. Ну, кроме того, что мы поизменили схему, мы еще изменили в принципе то, как мы храним данные именно внутри на техническом уровне. Тут надо немножко рассказать для тех, кто совсем не знаком с ClickHouse, что у ClickHouse есть движки таблиц. И это очень мощные штуки, особенно не мощные, если вы хорошо подобрали движок таблиц под свою конкретную задачу и не пытаетесь на универсальном движке сделать вообще все. Основной тип движков таблиц для ClickHouse, которые существуют, это Merge 3. И у них есть несколько функций, которые они все поддерживают это семейство движков, которые нам очень удобны. Во-первых, там есть репликации и сэмплирование, мы можем хорошо распределенно хранить данные, они всегда будут доступны, даже если что-то упадет. Сэмплирование нам нужно, потому что данных у нас очень много и желательно бы, например, для админки, когда мы просто примериваемся к тому, куда мы будем отправлять кому, какие письма, сколько там примерно таких человек с такими условиями, было бы здорово побыстрее отвечать, там вообще на той стороне человек ждет. И мы померили-померили, оказалось, что если мы будем примерно на 5% данных отвечать, это довольно точно, достаточно для понимания, достаточно ли объем рассылки уйдет или нет, и работает это все в 10 раз быстрее. Прекрасно. То есть там за, ну, может быть, 10-20 секунд уже доходит ответ до админки, если не суперсложные условия выдает пользователь. Дальше важные штуки. В движках фигхауса есть ключи сортировки, и они нужны для дедупликации или агрегации данных. И вот эта штука очень удобная лично для нас. Смотрите, раньше у нас была таблица, партиционированная по дням, там какие-то записи лежали, они могли дублироваться, и чтобы они не работали дублями, мы делали такой схлопку дневной агрегат довольно компактный, и была сильная задержка данных до того, как они станут удобны для работы. То есть, по сути, на следующий день. Если мы все говорим вот эти исторические данные, которые лежат в кликхаусе, как будто бы когда-то они лежали там только для отладки, а теперь это уже вполне себе продовая система. Сейчас нам надо изменить подход, потому что желательно, если мы входим с помощью API в эту таблицу, чтобы там лежали только самые актуальные данные, она была максимально компактной, чтобы там лежали только нужные данные, и ничего не нужно. И тут мы прибегли к движку Replicated, Replaced, и при каждой вставке более нового значения признака для пользователя мы просто схлопываем и оставляем только новое значение. С помощью Replaced и с помощью ключей сортировки это можно довольно просто сделать, все это поддерживается из коробки. Надо сказать, что в семействе Merge 3 есть только, есть еще и другие движки, которые позволяют не заменять, а, например, суммировать по значениям или агрегировать какие-то значения. В общем, если у вас есть похожие задачи, когда надо постоянно обновлять данные и удалять старые, это очень подходящие для этого дела движки. Кроме того, они поддерживают TTL, соответственно, мы на всякий случай еще поставили TTL, чтобы таблица подчищала все старые признаки, которые перестали рассчитываться через строй, суток они оттуда уходят. Ну, если нужно, можно использовать партиции для того, чтобы быстро и быстрее обращаться к данным, но в нашем случае партиции мы не использовали, потому что, в принципе, у нас была очень-очень компактная табличка. Все, ничего. Но у нас следующий вопрос. Теперь у нас есть продавая табличка, которая содержит только самое актуальное состояние признаков. Нам бы все-таки все равно надо иметь какую-то историю, чтобы, если в случае чего, делать отладку, смотреть, как там изменялись, что там на самом деле было два дня назад, почему пользователю ушло такое письмо, в каком состоянии был. Но не хотелось бы два раза делать одну и ту же вставку в кликхаус, типа в продавую таблицу, в какую-то историческую. Тут мы воспользовались тоже внутренними фичами, которые есть в кликхаусе. Мы просто сделали Materialist View, который запускает запрос и сохраняет другую таблицу, результат этого запроса над продавой таблицей и над исторической. И просто каждый раз, когда новая пачка значений от новой джабы вставляется в кликхаус, с некоторой задержкой запускается Materialist View, пересчитывает все значения и вставляет в историческую таблицу. И таким образом у нас есть просто без дополнительной вставки, заполняющейся в бэкграунде, таблицей со всей историей, которую мы можем использовать для отладки. Кроме того, мы еще сделали такую штуку. Стало понятно, что вся эта система сегментации, табличка для отладки в кликхаусе, это вообще-то довольно важная штука для прода. На нее завязано много бизнес-процессов, многие люди зависят от того, насколько быстро это все отвечает. Мы приняли решение, что это достаточно важная система, чтобы выселить ее на отдельный кластер. Кроме того, мы немножко обезопасили еще свой продовый кластер, куда мы собираем основные данные, чтобы они не боролись за ресурсы, эти два процесса. Главное сначала все сыры и данные собрать, а дальше уже будет пересчет признаков, ставка их, быстрая вычетка и все такое. Но для того, чтобы работать с этими данными, в том числе и аналитикам, было удобно. мы использовали distributed таблицы, это такие, как будто бы зеркала, ссылочные таблицы, которые дают доступ к этим данным, но данные не хранятся на кластере. И, соответственно, на кластере продаваемых, на кластере, где работают аналитики, есть полный доступ к этим данным, но они с ними ничего не могут сделать и физически они там не занимают места. Таким образом, мы сделали так, чтобы и API было удобно, и Alter у нас больше не блокировали, и в целом улучшили работу с ClickHouse, мы ввели ее на новый уровень. И переходим к тому, что все здорово. API мы переработали, ClickHouse переработали, но у нас есть еще основное приложение, которое довольно простенькое и еще завязано на Jenkins. Теперь нам с ним надо что-то сделать. Да, и после того, как мы все поставили на новые рельсы, пришла очередь в основном сервисе в гамору. И далее в API мы хотели сделать сразу несколько вещей. У нас был такой некоторый план. Мы хотели, во-первых, сделать гамору самостоятельным сервисом. Если раньше это был такой некоторый, скажем, скрипт на Java, который запускался с Jenkins'а какими-то командами, то сейчас мы хотим, чтобы это был такой самостоятельный взрослый сервис. В связи с этим мы хотим отказаться от Jenkins'а и сделать так, чтобы гамора сама знала про все нужные джобы и занималась их шедулингом. Из предыдущего пункта, если мы отказываемся от Jenkins'а, значит, что управлять джобами и признаками нужно теперь из какого-то другого места. Для этого нужен какой-то удобный инструмент, что-то вроде админки. Также, так как теперь у нас будет и админка, и API, и гамора, и они все входят в один и тот же постгрыз с одними и теми же метаданными признаками, мы хотели избежать расхождения схем и дублирования кода в нескольких сервисах, и решено было отнести постгрыз, где хранятся метаданные, под крыло гамора. Теперь только гамора будет знать про схемы таблиц, и не нужно таскать их из проектов в проект. И также из этого еще следует, что если у нас все метаданные в гаморе, API и админка как должны про них узнать, значит, они должны спросить у гамора, чего там как, и для этого возникает необходимость в быстром взаимодействии сервисов, и на этом этапе у нас стал вопрос выбора протокола межсервисного взаимодействия. Давайте пойдем по порядку плана. Для начала гамору мы как API переписали на Spring WebFlux, во-первых, потому что удобно поддерживать сервисы, которые написаны на одних технологиях, особенно если это подходит, технология подходит по цели. Во-вторых, гаморе предстоит взаимодействовать с API, который также написан на WebFlux, и в-третьих, до момента пока мы не сделали взаимодействие с API, с админкой, и не написали саму админку, гамора также сама должна была выполнять задачи по созданию job и по их запуску. Для шедулингов на замену Jenkins'у мы использовали фреймворк Quartz, как самый популярный и удобный для использования на Java. он имеет довольно удобную интеграцию со Spring'ом, он умеет хранить все данные о job'ах в Postgres'е, а мы его как бы и так уже используем для хранения методанных признаков, что удобно все иметь в одном хранилище. и так же как заделана отказоустойчивость, его возможно перевести в кластерный режим, и когда мы раскатим гамора на несколько машин, у нас все будет работать в кластерном режиме. Следующий пункт, это на замену Jenkins'у должно прийти какое-то UI, и так как фронтендеров среди команды дата инженеров по каким-то непонятнейшим причинам не нашлось, мы накопали фреймворк React Admin и сами своими руками довольно быстро и с наименьшей болью организовали себе админку. Backend мы сделали также на Spring Webflux, потому что мы взаимодействуем в одной системе. В этой админке довольно несложно разобраться, там все есть, теперь оттуда можно управлять признаками, создавать их, редактировать, управлять джопами и также смотреть историю по запускам, если вдруг что-то пошло не так, нужно перезапустить или перешитать заново. Следующий пункт, это межсервисное взаимодействие, для него хотелось найти такой формат, чтобы он был и удобен в разработке, но при этом оптимален по ресурсам. Как баланс для этой задачи хорошо подошел Protobuf, он очень хорошо сжимается, но при этом имеет понятное описание моделей и сервисов. И в качестве технологии, так как мы выбрали Protobuf, мы выбирали между R-Socket и J-RPC. В итоге взяли R-Socket, потому что в отличие от J-RPC, он, во-первых, сам по себе протокол, а не отстройка над HTTP, а во-вторых, он поддерживает потоковую обработку данных, поддерживает реактивность, что при общении двух сервисов, которые написаны на реакторе, может дать нам некоторые преимущества. И такой небольшой бонус, что так как они работают оба с Protobuf, а R-Socket довольно молодая технология, то было не страшно пробовать R-Socket, потому что в случае чего мы можем перейти на J-RPC достаточно безболезненно. Также, если вы помните, у нас была сложность с вставкой в ClickHouse, она была очень медленная, однопоточная. И как мы это решили? Здесь небольшая предыстория. Снова напомню, что в основном по плане обработки событий у нас есть сервис на Flink, который читает данные из Kafka и записывает их в ClickHouse. И вот для данной записи из Flink в ClickHouse мы написали свою библиотечку, которая умеет довольно хорошо, асинхронно, и во много потоков записывать данные в ClickHouse. И даже эту библиотечку потом выложили в OpenSource на GitHub, и в Mavon репозиторий, поэтому если вам вдруг нужна такая библиотека, и вы не знаете, что с этим делать, то вы тоже можете этим воспользоваться. И после того, как мы поняли, что нам бы в Гаморе нужно ускорить запись в ClickHouse, и где-то мы уже такое делали. Мы взяли просто эту библиотеку, немного ее доработали и использовали и здесь тоже. И теперь у нас в Гаморе есть асинхронная многопоточная запись, которая очень сильно ускорила выполнение джоб. В итоге, что из всего сделанного умеет Гамора? На самом деле она умеет все то же самое, что и раньше, только намного лучше. Мы заменили Jenkins на Quartz, и теперь Гамора стала самостоятельным сервисом. Признаки можно рассчитывать все так же либо по расписанию, либо по требованию, но теперь это можно делать или через кнопочки в админке, либо делать запросы и копии и будет происходить то же самое. Хорошо, все работает, выполняет все нужную функциональность, а как оно себя вести будет? Что по отказоустойчивости? Пару слов здесь скажу. Если описан в начале у нас продумывался с учетом падений и на данный момент он расположен на шести машинах, над которыми стоит Nginx, то Gamora пока таким похвастаться не может ввиду своей истории, так как это был такой скриптик на Java, который жил на одной машине и запускался из Jenkins. Мы добавили еще одну машинку, залили на нее вторую новую версию Gamora и теперь нам предстоит почистить первую, разобрать, туда тоже установить вторую версию, перевести Quartz в кластерный режим и уже сделать Gamora более отказоустойчивой, соответственно, как большой шаг к общей отказоустойчивости всей системы сегментации. Так, на всякий случай проверю, что меня слышно. Класс. И теперь мы закончили основную переработку второй версии и что мы умеем? мы умеем брать признаки из разных баз данных, рассчитывать их, считать признаки по расписанию и по запросу, вкладывать их в Redis и в ClickHouse, умеем теперь ходить в ClickHouse с помощью API, освободили кучу времени аналитикам и отвечать на всякие истории, например, какие у нас есть признаки, а их теперь становится все больше и больше. Что у нас насчиталось по конкретно этому пользователю, что мы про него знаем, он каков. А дай-ка мне всех пользователей такие, что и вот такой список на 200 срок, как все любят, например, для телемаркетинга какого-нибудь. Мы, в принципе, знаем, сколько таких пользователей по разным условиям мы можем найти и даже можем рассказать, какие самые частотные значения есть у этого признака. Из всего этого мы все еще собираем некоторые компактные дневные агрегаты, чтобы этим было потом удобно пользоваться для аналитиков и машинного обучения. И это что умеет Гамора, а что мы умеем как бизнес теперь. Эй! Промахнулось. Так вот, кто у нас в итоге подсял? В первую очередь мы очень конкретно подсадили на свою систему CRM. Мы хотели купить какое-то промышленное решение, но в какой-то момент посчитали, что мы отправляем порядка 20 миллионов, наверное, коммуникаций каждую неделю. Это порядка 100 миллионов событий, которые мы хотим знать про эти коммуникации. Да что ж такое? Но решили сделать все сами, потому что как-то промышленное решение нам говорили либо, что это невозможно, либо, что это очень-очень дорого. И в итоге у нас есть прекрасная админка, которая аналитика заменила, но я, и он туда ходит, собирает все, что ему нужно, отправляет коммуникации, сам себе создает какие-то шаблонные признаки, чтобы никого не привлекать к созданию признаков в админке и все прекрасно. Все еще машинное обучение очень любит пользоваться нашими признаками и даже иногда заводит через гамору какие-то вещи, которые ему удобно посчитать как свои фичи. Мы научились продавать таргетированную видеорекламу. Например, приходит компания Лего, говорит, а что вы можете нам предложить? Мы такие, а у нас есть список пользователей, которые посмотрели все фильмы Лего. Мы уверены, что вы прям зайдете со своими спецнаборами ровно на них. Давайте вы за них заплатите намного больше, чем за простого, непрогретого пользователя. Мы персонализируем все лендинги, всякие блоки в приложении и в том плане персонализируем, что часто бывает, что или это какие-то вещи, которые редко показывают, которые еще невозможно обучить рекомендациями, или пользователь еще довольно новый, мы про него уже что-то знаем, мы же можем разложить его на какие-то категории, но системе рекомендаций еще пока недостаточно о нем знания, чтобы что-то очень конкретное рекомендовать, прям персонализировать индивидуально. Ну, соответственно, мы под какую-то категорию подстраиваем эти блоки. Но где-то в подводке нашего доклада было про то, что мы еще умеем проверять сложные гипотезы для бизнеса с помощью этого инструмента, а как-то про это никогда не говорили. Как оказалось, такое вот единое окно о пользователе, о всем моем поведении, пускай даже с некоторой задержкой, это полезная штука, чтобы новыми вещами не загружать микросервис для каких-то нетипичных для этого микросервиса задач. Например, мы запускали тестирование кэшбэка, и это довольно сложная для реализации вещь, там платежный сервис устроен, там отдача цен, всякие, очень много коммуникаций внутри продукта, и если с отдачей цены проведением платежей платежный сервис прекрасно расправится, он знает, какой надо отдать кэшбэк этому пользователю, с какой процент, когда засчитать ему наличный счет, то если у нас все места, где мы хотим в продукте скоммуницировать, будут ходить в платежный сервис и спрашивать, а какой у него кэшбэк, то не будет у нас никаких платежей, и не будет у нас никакого кэшбэка. Соответственно, мы прошли на такой трейд-офф. Мы постфактум подгружаем эти данные в нашу систему сегментации, у нас все интерфейсы там, всякие плашечки в профиле, какие-нибудь промо-акции, коммуникации, те же самые пуши или всплывашки, ой нет, не отключай подписку, ты сейчас потеряешь 20% кэшбэка, все ходят в гамору, отрисовывают этот кэшбэк, который она знает. Мы понимаем, что, возможно, на какой-то момент, когда это знание будет меняться, то есть ему уже доступен более высокий кэшбэк, а мы еще там полчаса-час считаем, что старый кэшбэк. Ничего страшного, для проверки гипотез нас это полностью устраивает, и это точно намного дешевле, чем делать какой-то сервис, который будет очень быстро обновлять, и также хорошо во все интерфейсы отвечать, какой именно кэшбэк доступен этому пользователю. А еще из таких байк можно рассказать, что год назад мы запускали спорт, спортивные трансляции, и мы очень поздно узнали о том, что у нас, в принципе, будет хоть какая-то надежда на то, что у нас будут права на трансляцию спорта, который мы можем продавать. Очень быстрая была разработка, и в какой-то момент стало понятно, что мы очень сильно зависим от качества потока, который нам отдает партнер. И нашими силами ни тестеров, ни сотрудников, ни даже бета-тестеров команды, которые есть у Иви, не хватит, чтобы проверить все сложности по части того, из какой локации это делается, на каких устройствах, с каким качеством интернета, и вот это все. И, а, типа, запуск через неделю. И мы сделали такую вещь. Мы с помощью Гаморы и письма, собранного практически на коленке, собрали очень таргетированный, суперлояльный к спорту и к Иви аудиторию, который отправили приглашение, а давайте вы вместе с нами потестируете новую вещь. И типа часа за четыре мы запустили такую штуку. Мы сначала по базе собрали всех пользователей, которые, в принципе, заинтересованы в спорте, и которые там в подписке живут уже больше полгода, и потенциально очень лояльны к сервису Иви, отправили им простенькое письмо, ссылочка, где был просто зашит их user ID. Такие, типа, если вы хотите попробовать сырой продукт спорт за небольшой бонус, просто нажмите на эту ссылку, мы вам его откроем. И потом раз 15 минут просто бегали по базе, собирали все ссылки, выдирали оттуда Иви Айди, неважно, там, залогиненный, он пришел, не залогиненный. Для этого Иви Айди включали, что да, у тебя будет спорт, и открывали им приложение. Таким образом, где-то часа за четыре мы собрали порядка десяти тысяч бета-тестеров, которые присылали нам кучу всяких прекрасных кейсов, когда что-то не работает у нас, что-то не работает у партнера, и мы вышли уже на первую платную трансляцию намного более подготовлены. Если бы у нас не было такой системы, которая быстро из базы отдает на прот, не знаю, как бы мы эти десять тысяч пользователей собрали и открывали бы им такие информационно, собирали с них информационное такое согласие о том, что они готовы на то, что там будет что-то не так, и открывали бы им этот кусок приложения. Все здорово. Но вот для некоторых кейсов задержка, там даже в 15 минут, это не очень хорошо. Например, приходит бизнес и говорит, у нас есть акция, мы хотим пользователю показывать, что первая покупка стоит всего один рубль. И хотим это показывать только тем, у кого покупок не было. Если мы будем ходить в сервис платежей и спрашивать, есть пользователи эти покупки или нет, ничего не получится, потому что сервис платежей не на такие вопросы отвечает. У него где-то, конечно, хранятся эти знания, но он не готов по каждому пользователю, в принципе, прошедшись всю историю, говорить, были ли у него покупки или нет. Можно нам где-нибудь так у тебя спросить, есть ли у него пользователь покупка или нет? И как только он совершил покупку, ну вот типа переходит на следующую страницу, и мы уже знаем, что покупка у него есть, и больше ему такую рекламу показывать не надо. Маш, можно так сделать? Да, можно. Для этой цели мы сделали такой небольшой блок, дополнительный к основной системе, которая как раз умеет считать признаки в почти реальном времени, там совсем небольшой задержкой, несколько десятков миллисекунд. Перед тем, как рассказывать про то, как устроен какой-то алгоритм, как мы реализовали небольшой автоп, который поможет понять, что происходит. Я снова ввожу эту схемку и напомню снова про наш основной pipeline. У нас есть Flink, берет данные с кавки, складывает в ClickHouse, тут все уже понятно и хорошо. И вот именно этот опыт можно использовать для того, чтобы припилить еще один маленький компонент к системе, которую мы уже написали. Еще один небольшой автоп про то, как работает основной Flink. Flink берет из кавки не только сами события, которые приходят от микросервисов, но также и описание воронок. Воронки — это такие последовательности условий, под которые может подходить какая-то определенная цепочка событий. И эта цепочка событий может быть каким-то образом важна и полезна бизнесу. И вот информацию о том, прошла цепочка событий воронку или нет, можно сложить в ClickHouse и потом построить по ней какую-то дополнительную логику. И в данном случае мы использовали вот эту историю с воронками, но у нас теперь будет непоследовательность условий, а мы берем только какой-то один этап воронки, то есть только одно условие, и уже накладываем его на поток событий. И из всего этого рождается такой младший брат основного сервиса на Flink, который также читает данные из кавки и через API записывает обработанные данные на Redis, в Redis. Мы назвали сервис Петр, он также написан на Flink, он довольно близко к реальному времени обновляет значение признаков, и для хранения этих условий, которые описывают признак, мы в данном случае использовали уже не кавку, так как это было не очень удобно, и в основном сервисе мы тоже рано или поздно хотим от этого уйти, а ZooKeeper использовали. И так как он умеет довольно оперативно сообщать на Flink, что что-то поменялось в конфигурации признака, и не нужно постоянно запрашивать об этом информацию самим. И не в самом Flink, чтобы узнавать об этих изменениях, которые произошли, мы использовали библиотеку Куратор. В текущей версии сервиса есть некоторые ограничения. Первое — это то, что мы пока что умеем записывать только булзначение признаков, например, есть какой-то признак или нет, как сказала Оля, есть покупка у пользователя или нет покупки. Также пока что источником данных является только один топик в кавке, в который попадают все бэкэн-события. Пока что для тех признаков, которые уже лежат в ZooKeeper и которые попросил бизнес, этих событий оказалось предостаточно. И последнее — пока что Петр обрабатывает только первый уровень входящего JSON, то есть если с кавке приходит какое-то неплоское событие, то на ее вложности пока что нельзя наложить условия. Давайте чуть подробнее поговорим о том, как выглядят условия на Петре и как оно устроено. Первое, что у нас есть, это имя признака и его ID, которая хранится в подписью Методам. Далее у признака есть некоторые условия, по которым собственные и будут фильтроваться события в потоке. В условии есть два типа полей. Итоговое выражение и переменные, из которых это выражение формируется. Итоговое выражение основное формируется следующим образом. Маленькие буквы здесь — это переменные. Они заменяют какое-то простое выражение сравнения поля события с некоторым значением. И далее эти переменные вместе объединяются операторами и записываются в обратной польской записи просто для удобства проверки уже в коде, чтобы ничего не парсить дополнительно. Для каждой переменной мы помещаем далее в JSON некоторую информацию, значение какого поля нужно проверить, с каким значением нужно это все сравнить и с помощью какого оператора или предиката это нужно сделать. И для примера, в случае переменной B мы возьмем из события поле success, если такое есть, и будем проверять true, оно или нет. Теперь чуть подробнее про как устроен алгоритм, сам алгоритм обработки событий. Вот пусть у нас есть некоторый поток строк из кавки, и сначала мы переводим их в простой podge, чтобы иметь потом доступ к полям. А потом мы берем то условие, которое мы получили из ZooKeeper, и по нему уже фильтруем имеющийся поток событий по этому условию. И дальше остаются те события, которые фильтрацию прошли. Тут вопрос, как же происходит сама фильтрация? У нас есть некоторый набор переменных, значения которых мы хотим узнать. Для начала первым этапом с помощью рефлексии мы получаем из объекта те значения полей, которые нам нужно проверить. Далее нам необходимо сравнить полученное значение из объекта с тем, что указано в описании переменной, и делать это с помощью указанного предиката. В нашем распоряжении в данном случае есть все варианты таких простых сравнений. это равно-не равно, больше-меньше и так далее. И уже после того, как мы знаем значение всех переменных простых, мы можем посчитать итоговое значение основного выражения. И как раз вот это значение и будет являться базой для фильтрации событий. И после того, как события прошло фильтрацию, данные об этом уже уходят на API для записи, собственно, в Redis. Как-то так мы сделали реализацию быстрых признаков, и теперь все считается довольно быстро. Так, и таким образом мы смогли ответить на запрос... На всякий случай, чек. Все нормально? Окей, спасибо. Таким образом мы смогли ответить на запросы бизнеса. Можно почти близко к реальному времени, ну вот примерно за время, как он переходит на следующую страницу, получать некоторые признаки. Как правило, из тех, которые сейчас запросили, это о том, что пользователь хотя бы раз в жизни делал что-то такое. Хотя бы раз в жизни оставлял в рецензию. Хотя бы раз в жизни добавлял в избранное. Хотя бы раз в жизни смотрел, что ты делал на инскринах. Пока что это не очень востребованная, скажем так, бизнесом функция. Как оказалось, довольно много вещей можно реализовать через более простые подходы. Но мы планируем развивать этот функционал дальше и делать его более удобным для бизнеса. Так, что же у нас теперь дальше? В целом, на этом наша техническая часть закончена. Расскажем, чему мы научились. Пока мы готовили этот доклад, мы поняли, что в общем-то, если у вас есть некоторая аналитическая система, скорее всего, есть, есть возможность где-то взять какой-то шедулер. Вот у нас вообще был Jenkins, который использовался для CI. Скорее всего, можно где-нибудь найти небольшое киево или хранилище и написать совсем простенькое приложение. У вас уже будет неплохой такой сегментатор, которым может управлять аналитик, и он может решать уже довольно много всяких бизнес-задач. Это не очень сложная штука. Плюс еще, пока мы готовили свой этот заклад, мы обнаружили, что никогда про себя такое не думали, но мы любим записать свои языки запросов. У нас есть как минимум два, может быть, еще парочку найдем. И они решают, ну, это неплохой такой подход к решению некоторых задач. И не стоит их бояться. И в очередной раз мы поупражнялись с кликхаусом. И правда, кликхаус не тормозит, но только если мы его используем без насилия и знаем, для каких задач мы собираемся его использовать, и под задачу их настраиваем. Не стоит делать наоборот. Что же будет дальше? Что же мы поможем в следующей версии проекта из того, что мы уже написали? Пока что оказалось, что AirSocket, который мы выбрали для межсервисного взаимодействия, выполняет не все наши нужды, и кое-кде ломается. И мы потихоньку начали идти в сторону JRPC, но оказалось, что конференция — это очень хорошая возможность найти связь даже с создателями каких-то технологий. И, возможно, с AirSocket мы притормозим, потому что у нас такая связь появилась. Дальше можно улучшать функционал быстрых признаков, добавлять новые типы данных и делать более глубокую обработку событий. И еще также хотелось бы в Гамору встроить проверку готовности данных, чтобы не рассчитывать признак. Если данные, от которых этот признак зависит и на которых он считается, еще не были готовы, ну, еще не посчитались, не залились или устарели. И вот пока вот эти три шага — это такие ближайшие шаги, которые мы бы хотели сделать по улучшению системы. И, наверное, это конец того, что мы хотели вам рассказать. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить на них. тут, наверное, возьму я слово. Пока что вопросов от смотрящих до кого-то нету. Хотелось поблагодарить спикеров. На самом деле, очень радостно видеть, как двигается вперед дата инжиниринг. И если там еще год-полтора назад все рассказывали о том, как они Hadoop и ClickHouse устанавливают, то сейчас все уже идет к упрощению, выдаче информации пользователям и аналитикам. Даже исключение этих самых аналитиков из цепочки связи с бизнесом. На мой взгляд, вот мне всегда не хватает в технических докладах некоторого summary — это сколько вообще заняло по времени написания MVP и сколько ресурсов было потрачено. Кажется, я, к сожалению, не участвовала в написании MVP, но примерно основная часть была написана вот от начала и до того, что она работает, примерно полгода. Писалось это примерно одним человеком или полутора людьми. И потом мы это уже развивали. Вторую версию мы начали писать, если мне не заменяет память, летом 2019 года. Рая версия дождалась 9 месяцев, как настоящий ребенок. Но надо сказать, что, скажем так, у нас были сложности из-за того, что очень быстро менялись требования, все большие люди приходили и такие, о, я тоже к вам хочу и меня учтите. То есть у нас очень много времени из-за него постановка ТЗ, скажем так, и какие-то были вставления функционала по пути и от чего-то приходилось отказываться из-за того, что это прям на лету собиралось понимание того, чего нам нужно для работы. И мне кажется, из-за этого мы подольше делали, чем могли бы. Но вторая версия довольно плотно писалась, там человек 4, наверное, участвовало довольно, ну, не фулл-тайм, потому что у нас есть еще основная система, которую мы поддерживаем, развиваем, но это был долго, да. Ну, относительно, мне кажется, что это замечательный результат. Три человека идут вместе, и такая система может быть. Просто замечательно. А подскажите еще тогда, вот на данный момент вы говорите о тысячах признаков, десятках тысяч признаков. Сколько сейчас в системе присутствует? Сейчас около 600. Но они очень активны, ну, то есть скорость перероста признаков, как с заражениями ковида, они очень быстро приостановят, и все быстрее и быстрее. Понятно. Это вопрос просто был связан к Рейдису и к самому к хаосу, к размерам. Я не знаю, насколько корректно вас спрашивать по поводу Рейдиса, потому что, если так прикинуть, что у вас 3 миллиона клиентов, у каждого примерно 600 признаков, то там... Я могу очень просто ответить. На самом деле, как оказалось, больше заказ на признаки это от коммуникации, и коммуникации ходят в медленные хранилища, их не надо хранить в Рейдисе. Мы не все признаки храним в Рейдисе, только те, которые нужны сейчас для API, и, ну, довольно четко, скажем так. Как правило, для быстрого хранилища нужны какие-то очень специфичные признаки, которые не для всех пользователей нужны. Плюс еще мы немножко обходим все это дело таким образом, что, ну, например, есть покупка или нет покупки, мы, естественно, храним только есть покупка, и из 500, из 50, ну, там, в этот месяц, то есть всего активных пользователей за полгода там порядка 100 миллионов, мы не храним 100 миллионов записей, мы храним только 3 миллиона записей, у которых, в принципе, и покупки были. И таким образом можно, ну, то есть подходами именно к тому, чего именно хранить и как именно задать вопрос, можно сильно сократить размер хранимых данных в Рейдисе. Это проблема, ну, точнее, это не проблема, это узкое место, за которым следит человек. И, например, если кто-то приходит и хочет закинуть туда слишком много записей, мы сидим с ним и думаем, как мы можем еще на самом-сам старте, еще пока не началась разработка с части фронтайда, как мы можем так сформулировать пейзинг, чтобы он делал то, что нужно, и записи было как можно меньше. То есть тут на правильно поставленном вопросе, скажем так, можно сохранить довольно много места. Понял, спасибо большое. Мне бы захотелось бы развить эту тему, но тут поступил, на самом деле, вопрос из чата по поводу Берсокета и его проблем. Да, у нас есть такая штука, что мы не всегда, возьмем, например, связку API и Gamora, и мы не всегда ходим, то есть когда нам нужны какие-то метаданные, мы не за каждыми метаданными ходим каждый раз в Gamora, а мы сделали у себя в API небольшой кэшик, который мы просто периодически подгружаем с помощью Берсокета данные. И для взаимодействия мы используем лод-балансер для Берсокета в случае каких-то переподключений, на машин, или еще что-то такое. Вот. И получилось так, что в текущей версии в лод-балансере есть флага, я точно не могу сказать в чем там именно проблема, но вливается это все в то, что соединение между API и Gamora потупливает, из-за этого перестает обновляться кэш, это нас не очень устраивает. Есть еще на гитхабе, его обещали пофиксить, но пока что в эту сторону не движется, и там еще есть... А, по-моему, в лод-балансере все пофиксили в новой версии, но там вот есть проблема с соотношением версии Spring, Protobuf, AirSocket, всех вот этих вещей, и пока что мы не можем перейти из-за того, что у нас не остакаются версии, это нужно пока что фиксить, и пока что этого нету. Поэтому мы тихонечко ползем в сторону GRPC, но может быть что-то поменяется. Ребята, я хотела вам сказать, что у нас осталось буквально 40 секунд на эфир, но не расстраивайтесь, у нас работает комната для обсуждений в Zoom, вы можете сейчас все переместиться плавно туда, у Стаса, я знаю, остались еще какие-то вопросы, темы, которые он хотел пообсуждать, у пользователей, возможно, у слушателей остались вопросы, они тоже могут присоединиться к нашему обсуждению в Zoom. Ну а я хотела сказать вам спасибо, девчонки вы большие молодцы, вы проделали огромную работу, вы носили целое дитя за 9 месяцев. Стас, большое тебе спасибо за твои вопросы. В общем, перемещайтесь, будем вас ждать там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!